Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. У нас сегодня 22 апреля на календаре, и мы с вами пойдем посмотрим, что происходит на наших виноградниках. Сейчас я нахожусь на нашем более старом участке, где у нас довольно взрослые лозы. Потом еще покажу участок с молодыми лозами. Две недели назад мы сняли укрытие. Две недели у нас стояла хорошая теплая погода, и вот посмотрим, что же сейчас происходит с лозами. Здесь у нас просыпается Мадонна, вот эти побеги. А на второй плоскости там зелга. Уже почки так довольно активно тронулись в рост. Вот это у нас молоденький кустик, это Каталония. Тоже красиво так просыпается. Вот туда пошла уже такая получше плодовая стрелка. Вот говорят, что у Каталонии плохо зреет лоза. Здесь в прошлом году вообще почти все с полирую занимала зелга, которая, понятно, что достаточно так серьезно уметает все остальное. Вот здесь у Каталонии кустик молодой. Тем не менее, вот Илан Заназрелый, несмотря на то, что прошлый сезон был самым, наверное, худшим за всю нашу практику. Здесь у нас запорожский Аладдин. Даже не буду сильно разбирать, где чьи побеги. Тоже, видите, почечки какие. В пристенке все еще более активно просыпается. Несмотря на то, что у нас здесь и мульча, и задернение, тем не менее, все очень активно идет в рост. Вот с этой стороны перед домом тоже достаточно сильно раскрывшиеся почки. Вот это у нас молодой кустик Пина ранний. К счастью, он еще спит. И здесь молоденький кустик Нева. Уже почки открываются. Вот этому Кузане. Очень активно идет в рост. Ландонуар, несмотря на то, что в описании говорится, что он просыпается поздно. Ну, видите, две недели тепла. Сделали свое дело. Тоже все просыпается. Здесь чуть-чуть поменьше. Почки открылись. Но, тем не менее, тоже уже процесс пошел и пошел достаточно активно. Даже вот на этой шпалере, где всегда последним сходит снег, где, скажем так, с южной стороны дома, вернее, с южной стороны этой шпалеры располагается соседский дом. Да, он уходит на некотором расстоянии, но по весне длинная тень. Поэтому здесь всегда прогрев происходит позже. Даже здесь, смотрите, вот. Тоже все очень активно. Ну, каждый кустик показывать нет смысла, потому что картина, в общем, ясна. Все просыпается, все просыпается быстро, все просыпается прямо на глазах. И при этом, вот, я обращаю внимание, что у нас все в Диорне, черного пара у нас нет. Мы считаем это, ну, бессмысленной тратой своих сил. Единственное, вот там вот пока что черная земелька убрали кусты голубики, потому что, ну, слишком тесно тут всем было. Вот здесь, где была возможность, были материалы, мы сделали вот такие ограждения. И внутрь складываем мульчу, ну, просто потому что это удобно, потому что не надо косить под кустами. И мульчу есть куда складывать, да, скошенную траву. Ну, и немножко проще косить. Да, возле дома такая же картина. Здесь я вам показывала тоже. Все активно просыпается, никакой задержки в развитии кустов абсолютно нет. Это более того, 22 апреля на календаре. Теплая, хорошая весна. Все очень активно просыпается. И на самом деле, если бы вот оно еще недельку было бы, побыло спящим, было бы просто замечательно. Потому что на следующей неделе есть вероятность заморозков. То есть надо будет думать, как все это укрывать. И, как видите, тут ни мульча, ни задержания абсолютно нам ничего не сдержало. При этом, может, как-нибудь еще отдельно поговорим про мульчу. Ну, немножко, вот пару слов здесь скажу. Смотрите, что к весне от мульчи остается. Практически ничего. Да, это уже земля. Сюда это все складывается лет 5, наверное, или 6. И, как видите, все уходит, ничего тут не нарастает. И вот мы что имеем? Имеем земельку. С этой стороны мульча чуть больше, только за счет того, что меньше влаги попадает здесь совсем рядышком с домом. Поэтому она медленнее перерабатывается. А так, в принципе, тоже уже достаточно хорошо осела. И чуть-чуть поднять вот этот верхний слой травы. Там будет обычная земля. Ну, не совсем обычная. Да, она рыхлая, хорошая, питательная. И тепличка. Тоже активно идет в рост. Одесский сувенир. Только не спешит. Да, у него раскрытие почек пока что точно так же, как и на улице. Что, в общем-то, тоже абсолютно неплохо. А вот это у нас винтаж на прививке. И смотрите, вообще здесь какая красота. Уже, в общем-то, первую проломку можно делать. Ну, это уже второй участок. Молодые посадки. Здесь у нас при стенке технари. И это у нас Рибло просыпается. Вот так активно открывает почки. Цитрона Магарача. Тоже очень активно. Вот с этой стороны Марселан. Еще пока не особо. А вот ему навстречу кадарка. Ну, тоже уже почка открылась. В принципе, она здесь такая не одна. Ну, переходим к рядам. Осенняя посадка Кабернедорса. Вот, активно раскрывает почки. Здесь у нас Шарданая два кустика. Второй даже показывать не буду. Шарданая пока спит. Ну, вот здесь ананасный только-только вот. Вот, чуть-чуть почечка начинает открываться. Ну, в принципе, здесь все серия такой. Еще довольно спящий. Здесь у нас пересекаются лозы Хасанский Булса. Насколько я помню, у него амурские корни. И, кстати, не сказать, чтобы он так уже быстро стартовал. Да, примерно на уровне многих других. И навстречу ему американец Вильдер. Ну, тоже такой старт есть. Даже по сравнению с другим участком. В принципе, здесь все чуть меньше раскрывшись. Почечки на Вальянте. Молоденький кустик Симоне. Уже какие почки выдал. А вот это у нас лоза Пинануар Клон Урожайный. Некоторые почки еще спят, но вот более нижние неудобно просто снимать. Вот там они начинают опушаться. Кто-то памяти Домковской тоже просыпаются. У нас Бриана. Рон, да? Ну, пока только некоторые почки. Вот, вот, как это пушатся. И вот здесь Пинануар Клон Райний. На даче я показывала. Посадила специальные там и там. В принципе, тоже пока спит. Вот только вот что-то вот здесь чуть-чуть начинает пушиться почка. По столовикам картина примерно такая же. Ну, вот смотрите, это Дубовский розовый. В пристенке у нас сарайчик. И вот так он уже активненько, активненько просыпается. Ну, по остальным столовикам ситуация примерно такая же. Кто-то еще спит, кто-то уже вовсю почку пушит. Напомню, 22 апреля у нас на календаре. Немножко есть разница между двумя участками. Ну, эту разницу можно объяснить почвами. На этом участке у нас суглинок. На том участке у нас пески. Совсем такой ПГС. И что там, что здесь, уже говорила. Дерн. Да, никакого черного пара. Все вот так растет. Но, видите, не особо оно сдерживает рост. Если растению пришло время просыпаться, то и пришло время просыпаться. Если стоит хорошая теплая погода, то и стоит хорошая теплая погода. А раньше им просыпаться им не следует. И прогнозы у нас обещают на следующей неделе. Возможно, какие-то заморозки. Поэтому вот в нашем случае, если бы еще недельку лозы поспали, было бы просто замечательно. Но, к сожалению, растения не смотрят прогноз погоды. И на наши пожелания. В общем-то, все равно, да, они просыпаются так, как они просыпаются, тогда, когда им пришло время. Так что теперь наша задача, это следить за прогнозом погоды, потому что уже такую почку мороз может прихватить. И в случае, если прогноз будет неблагоприятный, все это укрыть. Конечно, кто-то может сказать, а чего вы так рано раскрывали. Но для того и раскрывали. Две недели стояла теплая, хорошая погода. И если бы мы подержали под укрытием, почки у нас были бы, конечно, уже не такие. У нас были бы уже нормальные побеги. Что усложнило бы подвязку раз. Ну, к тому же, все равно, как бы мы ни старались раскрыть вовремя, это не гарантия, что после раскрытия даже с большими побегами не придет заморозок. И нам не придется укрывать. При этом укрыть побеги вот с такими небольшими почками гораздо проще, гораздо быстрее, чем укрывать, когда уже там нормальные зеленые побеги, сантиметров по 10, все равно это ломается уже. Как говорится, пройдено это не один, и не два, и даже не три раза. Ну, будем надеяться на лучшее. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!